Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор деблога номер 187, и так, поехали! Маурино пересмотрел пользовательский интерфейс брони, что значительно облегчает понимание, как влияет на нашего персонажа броня или одежда. Ну, во-первых, нам добавили описание к одежде и к броне, теперь нажимая на нее, мы видим на сколько процентов и от чего она защищает, какие бонусы дает. Но это не самое интересное, теперь наш персонаж разбит на три зоны, это ноги, грудь и голова. И у каждой зоны, вот видите, свои параметры защиты от огнестрела и от оружия ближнего боя. И надевая, допустим, ботинки, у нас конкретно растет защита ног. Надевая шлем, естественно, у нас конкретно растет защита головы. Допустим, бандану добавили и защита чуть лучше стала. Конечно, очень необычно это видеть, мы к этому еще, это для нас в новинку, мы к этому не привыкли, что у нас на зоны распределены. Но теперь понятно, что влияет, какая одежда на какую часть тела. Бандану теперь можно носить с деревянным шлемом, со шлемом бунтаря и с ведром, что смотрится очень даже приятно. Поэтому пришлось немножко порезать ей защиту от пули, потому что это было бы немножко имбалансно с 10 до 5 процентов, но при этом немножко увеличили защиту от холода и радиации. Немножко снизили защиту у шапки волка, потому что он становился немножко имбалансным вместе с банданой. Пофиксили баг, что костяная броня не защищала ноги. Пули и стрелы приравняли и сделали одним и тем же значением. Очень сильно расширили информационные панели. Как мы знаем, нам добавили теперь к броне, к одежде, к навесному всему оборудованию, к взрывчатке и еще, оказывается, к семенам. Об этом я в видео не упомянул. Давайте посмотрим, какие есть у нас параметры у наших семян. Я их уже все перевел, зашел в игру, потому что когда наводишь в игре, там появляется дополнительное описание. Вот из этого описания непонятно, что это. Поэтому я же обновил сервак, зашел, посмотрел. Дюрейшн – это время, за которое растение полностью созревает. Анкноу – неизвестно. Далее. Количество воды нужно для получения максимального урожая. Один литр, да, получается. Дальше. Харвест – один. После сбора урожая растения будут расти снова столько раз. То есть мы один раз всего лишь кукурузу собираем. И елт – это у нас урожай при полном созревании. Политые растения дают более высокий урожай. Это у нас кукурузка. Далее мы смотрим тыкву. Уже 3 литра воды. И мы уже собирать до 3 раз урожай. От 1 до 3. И заканчивает у нас конопля. 2 литра воды. Тоже один раз можем собирать. От 10 до 40 в максимальном случае. В общем, инфопанели – эти очень крутые вещи. Особенно для новичков. Действительно, игра становится прозрачной и понятной. Изменения в мини-игре по сборке дерева. Я о них уже снимал видео. Но они достаточно просты. Теперь крест первоначальный всегда появляется возле первого вашего удара. Далее смещение креста на небольшое расстояние происходит. То есть очень удобно бить. И смещение всегда идет в одну сторону. Если влево началось, будет всегда влево. Если вправо, будет всегда вправо. Также нам добавили пули непробиваемое стекло. На канале тоже есть обзорчик. Кто хочет посмотреть, как оно вообще работает. Сколько урона выдерживает. Но его можно вставлять в оконную раму вместо решеток. Если вы не хотите никого отстреливаться. Но при этом хотите наблюдать, как вас рейдят. Изменения по взрывчатке. Во-первых, пофиксили два бага. Один связанный был, когда мы одну бобовку на другую закидываем. Второй баг, как говорится, не прошло и полгода. Как мы помним, я снимал об этом давно видео. Когда кидаешь либо на Брэдли, либо на машину Бобову С-4. То она начинает либо там двигаться, либо вообще взлетать. С аирдропом тоже самое связано. В общем, написал у нас Маурина то, что пофиксил этот баг. Но он тут упомянул только при прикреплении взрывчатки к Викл. То есть к машинам. Аирдроп тут не упомянут. Такое ощущение, что аирдроп он не пофиксил. Но хотя бы с машины пофиксил. Надеюсь, Викл входит туда и Брэдли тоже. Потому что он тоже начал двигаться, когда на него что-то крепишь. Взрывчатку. Далее, добавили такой интересный эффект. Теперь, когда вы кидаете Бобовку. Я уже зашел на тестовый и специально проверил. Потому что не совсем сначала понял, что тут описывается. Когда вы кидаете Бобовку на Брэдли, допустим. Ну, машину у нас еще официально не ввели в игру. Для широкого пользования. На Брэдли вы кинули Бобовку. Но если она гаснет и Брэдли начинает двигаться. То эта погаснувшаяся Бобовка С4. Она падает на землю. И ее можно будет подобрать. Причем, когда вы ее подбираете. Она всегда подбирается к вам в инвентарь. Вы ее не зажгете снова на земле. То есть, всегда будет подбираться. В общем, такое изменение. Я не знаю, как к нему относиться. Потому что я Брэдли-то, по сути, не взрывал в своей жизни. Но в любом случае, если вдруг Бобовка гаснет. Вам не придется бегать за Брэдли. Чтобы заново ее поджечь. Он будет, понятно. Вас к себе не подпустит в любом случае. А так он куда-нибудь уедет в сторонку. А вы подберете на месте падения. Думаю, неплохое изменение. Дальше. Базовый ящик, помните, над которым работали. На новых РТ добавили на мини-маркете. И заправочные станции. В принципе, уже доделали. Вот такой выглядит. В принципе, очень приятно. На этой неделе Маурина также поработала над производительностью. Один был. Падение производительности было связано с пользовательским интерфейсом. А конкретно с быстрым крафтом. Особенно, когда в PvP быстро вы что-то лутали. У вас могли на несколько секунд зависнуть предметы. Это была одна проблема. Вторая была связана с картой. Даже если, когда вы карту закрываете, все равно карта продолжает обновляться. Когда вы бегаете по серверу. Ну, по миру Раста. Это могло вызывать приличную нагрузку на процессоры, на некоторых компьютерах. Все это пофиксили. И последняя проблема была связана с новой мини-игрой. Когда много людей рубило деревья. То могло вызвать падение производительности сервера. Теперь это тоже все пофиксили. Винсент нам сообщает о том, что он начал работу над новым РТ. Как говорится, как Раст все это время мог жить без свалки. Потому что свалка это, наверное, Раста переводится как ржавчина. А на свалке, ну, это самое место, где быть ржавчиной. Самое ржавое место в игре. В общем, он начал работу на этой неделе. И уже есть первый скриншот. Если честно, мне свалка это очень понравилась. Не знаю почему. Я бы даже здесь жил бы, если бы можно было, конечно, тут строить. Но, к сожалению, строить тут будет нельзя. Но реально какая-то прям... Она очень уютная. Не знаю, почему она мне напоминает что-то. Может, сталкер. Может, все вместе какие-то игры. Но она мне очень... Вот это лобное место, особенно. Подбитый вертолет, костер. И реально лобное место. Очень много подходов. Все стороны, походу, огромная будет какая-то. Но какая-то она прям реально классная. Не знаю почему, но у меня... Унитаз стоит. Смотрите, я только что заметил. Унитаз какой-то... А, нет, я думал, это таблички, это бачок. Не, ну реально классная свалка. Мне она очень понравилась. Скриншоты точно. Хотя бы одной РТ поддали под строительство. Ладно, везде заблочено. Но хотя бы на одной можно было обстроиться. Хотя, может, это и лишнее. Но я бы вот в свалочке реально классно было построиться. На холмике и сидеть тут жить. О, ребятки, добираемся до интересного пункта. Строительство 3.0. Скриншотики. Ну, во-первых, нам... Точнее, не нам, а на отдельной тестовой ветке. Уже разработчики работают над этой новой системой Building 3.0. Добавили половинные фундаменты. То есть, теперь мы можем прикреплять к фундаменту другой фундамент. Но при этом он не обязан находиться прям на одной высоте. Мы можем чуть-чуть его приподнять ровно в половину. И получается, как половинный фундамент. Вот таким вот образом они друг к другу прикреплены. Естественно, в связи с этим добавили также половинные стены. Как мы знаем, у нас есть полноценная стена, есть маленькая стена. Как треть, да, она получается треть. И вот она половинная новая стена. Ровно половина стены как раз для того, чтобы вот такие вот фундаменты выравнивать. То есть, понимаете, да? Вот тут будет стоять полноценная стена. А вот тут, чтобы уравнять и сделать одинаковую крышу, ну, всякое, простор для творчества, тут будет стоять половина. И получается у нас потолок все равно получится ровный Можно, конечно, так и не делать Ну и третий скриншот, можно посмотреть, как это будет выглядеть примерно изнутри Первый фундамент, вот он половинный, второй такой как бы, да И вот он половинный, третий, тоже лесенка Кстати, вот смотрите, половина лесенки вот тут заподлицом В общем, расширяется намного, особенно те, кто любят строить с этими половинными фундаментами и стенами Конечно, можно настроить там очень всего много И смотрите, как эпично смотрится такое строение сбоку Блин, тут реально это нужно все щупать Прям хочется посмотреть, как это будет работать Также Андре в новой системе затронул проблему производительности Для любителей строить огромные базы Как мы знаем, чем больше база, тем больше проседает FPS В общем, там при создании нужно создавать, было какие-то коллайдеры Теперь эту надобность убрали Что приводит к уменьшению количества мусора и всплеску FPS Ну, скачками, я имею в виду, падению Это очень интересный момент, потому что большие дома Для меня это всегда было тоже ахиллесово пята Все время FPS падает Какой бы у тебя мощный комп не было, если все вокруг застроено Падает просто до невозможности Вот я очень возлагаю на эту систему надежду Надеюсь, эта проблема уйдет Еще параллельно решается какая-то проблема с крышами И конкретно крыши не потолки, флор, а именно крыши Их обузили, когда строили соты, ну, знаете, буферки В общем, тут он пишет Я просто не знаток сильно в строительстве Но думаю, кто строил эти здания поймет, о чем я говорю То, что теперь уже не получится их обузить И якобы крыша будет полностью занимать весь слот И вы должны будете выбирать, поставить либо крышу, либо стену Не получится и то, и другое, как у нас сейчас есть, я так понимаю И разработчики делают это для того, чтобы происследовать саму крышу Само понятие вот этой крыши Я так понимаю, мало кто им пользуется Действительно, все строят вот такие ровные потолки И, возможно, у этого блока, именно крыши, увеличат количество ХП Чтобы как-то простимулировать, чтобы его использовали В общем, когда Андрей закончит с этой системой Он потом передаст уже ветку Хелку И, скорее всего, эта система очень сильно приблизится уже на основу Андрей на пару с Диогой также на этой неделе поработали над Оклюзией Андрей ее немножко оптимизировал Диога немножко расширил Потому что она раньше была ограничена игроками и NPC Диога также поработал над цветом волос Также будет цвет рандомно присваиваться на основании вашего Steam ID Нам еще добавили там третий вариант причесок Поэтому Диога предупреждает, что на этой неделе Ваш персонаж может оказаться тоже с другой прической И Мэтт тоже очень сильно работает над волосами Конкретно всю его работу можно заключить в эту фразу Он уменьшил количество лобковых женских волос В принципе, на этом можно закончить На самом деле я шучу Он тут все это описывает И то, что я сейчас назвал в том числе При этом добавили третий вид еще причесок И тоже работает над цветом волос Опять же, два скриншота Видно, да, такой уже более коричневый оттенок До этого у нас четко черные были волосы Я не знаю, блондин интересно будет Тут вообще какой-то такой смешной И вообще чувачок Но, в общем, как-то так Алекс тоже сегодня плодотворно потрудился над звуком Конкретно он занимался падением деревьев И мини-игрой он добавил Приятное потрескивание, когда мы бьем по крестам И уже близится, когда дерево упадет То есть приятное ожидание Поработал еще над звуком самого падения дерева При этом падение одного дерева будет немножко отличаться От падения другого дерева Что дает небольшую рандомизацию Там шелест листьев какой-то Также Unity еще дает возможность воспроизводить стереозвук Поэтому он тоже над этим поработал И когда вы стоите достаточно близко к дереву То звук у вас будет как бы обволакивать В общем, он тут все вот это тут расписывает Как он работал над звуком Походу будет очень круто Но на самом деле он так и есть Потому что он отмечает, что звук С которым мы соприкасаемся Очень большое количество времени Мы его слышим Он должен быть приятным А рубка дерева это очень большой Очень большая часть нашего геймплея Rusty То есть сбор ресурсов Это рубка дерева Сбор руды Это реально чуть ли не треть всего времени Если там не половина Этим мы занимаемся Поэтому все должно быть приятно И на слух, и визуально Я в этом плане поддерживаю И также он поработал над звуковой системой в целом В целом сделал небольшие маленькие обновления И исправил одну редкую и неприятную ошибку Закачивает у нас Alex Webster Он работал опять же на этой неделе над анимациями восхищения Собственно вы можете сейчас их все просмотреть Тонусный прикольный скин с черепками А также анимацию он уже делает для оружия ближнего боя Вы сейчас видите меч, как мы рассматриваем Хотя думаю мало людей с ним бегает Но тем не менее Поначалу думаю на официалке много кто с ним бегает И посмотреть красивый скин на меч тоже будет приятно Пайп, револьвер Прямо близко так подносит, смотрите на пол экрана Пайп меньше казался чем револьвер И многозарядный, не это он кажется не последний А да, последний, многозарядный Ну опять же это для любителей скинов На этом все ребятки На втором сервере опасные мирные Произошел вайп сегодня Поэтому все кто хочет начать заново Можете туда подсоединяться Там как раз онлайн немножко уже снизился Поэтому будет очень приятно играть Громадный FPS Я удивлен что вообще там до сих пор онлайн держится Потому что я не играл уже не знаю второй месяц Уже не играю Обычно если не играешь Что там за пару недель уже сервера умирают А там нет люди Видать запал в душу сервачок И играют, играют Уже поступает предложение Опять временно возродить Орда Альянс Чисто по Угорате Ну помните да все кто был Может такое и будет Когда опасные мирные нададут 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 То может быть и в Орду Альянс зарубимся еще разочек Все ребятки С вами был Флэш Как всегда увидимся в следующем видео